Канал Рассказы в озвучке. Рассказы для души. Всем привет! Я Екатерина Ерёмкина, и вы на канале Рассказы в озвучке. Если вам понравился проект, вы можете поддержать его по ссылкам в описании видео. Приятного прослушивания! Четвёртое. Ангельские мембраны. Космическое сознание. Эта глава ведёт нас сквозь разнообразные миры, выстроившиеся вдоль вертикальной оси, между двумя космическими фокусами присутствия, которые для нас символизируют имена Гайи и Софии. Все эти миры расположены симметрично относительно вертикальной оси, следуя правилу, что сверху, то и внизу. Здесь представлен полный спектр сил и созданий разных уровней бытия. Вовлечённых в эволюцию земного космоса. Напоминаю моему дорогому спутнику, тебе, мой читатель, что сейчас мы спускаемся по оси мира, начиная с её высшей точки, фокуса Софии, и двигаемся по направлению к проявленному миру, ниже. Область, в которую мы входим сейчас, населена созданиями, воплощающими собой сознание Вселенной. Традиционно их называют греческим словом «ангелои», что означает «посланники». Я хочу сопроводить тебя сквозь ангельский мир. Мы исследуем все известные предубеждения об ангелах и прикоснёмся к смыслу бесчисленных мембранок сознания, пронизывающих всю Вселенную. Ангельские сети, распространённые по всей Вселенной В человеческом представлении ангелы — это такие крылатые человекоподобные создания. И так произошло не потому, что они так выглядят, а потому что человеческому уму удобны такие образы. Будьте внимательны. Традиционный образ мира ангелов примерно противоположен тому, что я хотела бы вам рассказать об ангельской сфере. Здесь мы имеем дело не с одинокими птицами, пересекающими Вселенную, но с многослойной сферой сознания, пронизывающей всю Вселенную, с её созвездиями и эволюциями, развивающимися внутри планетарных систем. Если мы говорим о сознании, то очевидно, что речь идёт о всё-связующей и всё-пронизывающей сети, и ни в коем случае не об отдельных единицах. Аналогично тому, как драконы поддерживают в рабочем состоянии сеть первозданных сил, из которых, как из кирпичиков, построен проявленный мир, ангельская сфера, состоящая из разных сетей сознания, несёт ответственность за постоянное воспроизводство каузальной, причинной, основы Вселенной, состоящей из космических идей, видений и планов творения. Каждый ангел — это как петелька в вязаном полотне Вселенского сознания, представляющая собой необходимый элемент того, что Вселенная существует, как пространство духовного роста и творческого развития, как пространство, где жизнь развивается и эволюционирует на разных уровнях реальности. Средневековые теологические традиции признавали две области присутствия ангельского сознания. Самая широкая и всеохватная из них — это ангельские мембраны, пронизывающие Вселенную как целое, так же, как и каждую частичку Вселенной по отдельности. Мембраноподобные сети Серафимов, Херувимов и Престолов настолько нежны и тонки, что они способны проникать во все существующие явления, которые представляют собой базу, на которой эти сети существуют. Они поддерживают собой три фундаментальных качества — необходимые условия для того, чтобы Вселенная могла возникнуть, существовать и эволюционировать. Покрывало Серафимов, простирающиеся сквозь всю Вселенную, поддерживает собой паттерн любви как основы бытия. Покрывало Херувимов, простирающиеся сквозь всю Вселенную, поддерживает качество мудрости как основы развития и творчества. Покрывало Престолов, простирающиеся сквозь всю Вселенную, вибрирует волей развивать Вселенную в направлении манифестации, проявленности. На этом уровне ангельское присутствие вряд ли можно пережить как личный опыт, поскольку оно есть в каждой мельчайшей вибрации, составляющей и наше персональное присутствие и присутствие всего во Вселенной. К счастью, есть и вторая фаза, вторая область присутствия серафимов, херувимов, престолов, которая уже доступна нашему человеческому восприятию. Существует несколько весьма вдохновляющих сакральных строений и произведений искусства, через которые эти ангельские измерения могут как бы немного вывернуться сквозь себя и проявить своё присутствие. Например, это три известных базилики Венеции, построенных в эпоху Ренессанса архитектором Андреа Палладио, собор Сан-Джорджио-Маджори, базилика Сан-Пьетро-Ди-Костелло и церковь Иль-Редентере. Ангельские сети сотрудничают с Землёй и её эволюцией. Традиция Средневековья также признавала три слоя космического сознания — ангельских сетей, связанных непосредственно с развитием земного космоса. Начало. Фокусы присутствия ангельского разума, соотнесённые с определёнными местами Земли. Каждый поддерживает определённые космические качества, которые излучают в окружающую среду. Эти качества принципиально важны для благополучия и развития места или культуры, которая эволюционирует там. Примером может послужить другое место в Венеции, где присутствует начало свободы, сфокусированное в церкви Сан-Джованни, или Мозинарио, около Риальто. Для Венеции, республики с долгой историей, вдохновение свободой было фундаментально важно. Архангелы представляют собой ангельский разум, вдохновляющий и сопровождающий определённую эпоху, страну или культуру. Их цель — насытить эпоху, народ или культуру космическими качествами, важными для развития. В качестве примера имеет смысл привести Архангела Михаила. Он считается вдохновляющим посланником настоящей эпохи фундаментальных планетарных перемен. Ангелы — это самые известные и любимые из трёх ангельских сетей, взаимодействующих с жизнью на Земле. Они традиционно известны как помощники во всех областях человеческой культуры, несущие качество исцеления, милости и покровительства там и туда, где это необходимо. В области геомантии они известны как ангелы ландшафтов, хранители исходной матрицы конкретного ландшафта. Их присутствие в ландшафте гораздо более тонкое, чем присутствие элементалей. Ангельский мир и мир элементалей сотрудничают в общей цели сделать жизнь на Земле — раем. Упражнение «Гайя Тач», чтобы испытать ангельское присутствие. Встаньте прямо, двигайте бёдрами в форме лемнискаты — знака бесконечности. Через какое-то время представьте, что по той же линии лемнискаты двигается маленький серебряный шарик, сделанный из жидких минералов, похожих на ртуть. Выберите момент, чтобы взять этот шарик руками и поднять его на уровень сердца. Воспринимайте. Если это необходимо, повторите упражнение несколько раз. Ангельская сеть в летосфере Гайи Забираясь выше по оси мира, мы были удивлены, когда обнаружили, что мифические драконы являются в итоге представителями ангельских сетей Гайи. В этой точке нашего путешествия нас ожидает ещё один сюрприз. Согласно моему опыту, существует сеть ангельских созданий, работающая прямо внутри наиболее плотных структур тела Земли. Мы можем говорить об этих ангельских тружениках как об активе, работающем в так называемой летосфере Земли. Итак, помимо уже описанных сетей ангельской ноосферы, сотрудничающих с Гайей, в эволюцию земного космоса вовлечена ещё одна ангельская сеть, практикующая внутри минеральных слоёв Земли — в летосфере. Летосфера — это сфера, состоящая из мельчайших частичек минералов, буквально с греческого «сфера камня». Это слово обычно используется для обозначения плотных минеральных слоёв, на которых сидит проявленное тело земных ландшафтов. Конечно, этот слой не так прозрачен, как атмосфера, но всё же не настолько плотный, чтобы ангелы летосферы не могли свободно двигаться сквозь него и быть творчески активными внутри него. Данный слой представляет всего один аспект сознания Гайи. Но какой? В чём заключается роль ангелов летосферы земной коры? Я видел сон, в котором получил ответ на этот вопрос. Я взмываю ввысь к ангельским сферам. Внутренний зов направляет меня спуститься вниз и пробурить отверстия в земле. Почва глиняная, плотно спрессованная. На глубине двух футов я нахожу круглый кусок белой ткани. Присмотревшись к нему, я понимаю, что это кусок очень тонкого кружевного полотна, но кусок, повреждённый от долгого нахождения в земле. С тех пор, как я увидел этот сон, и по сей день, когда я пишу данную главу об ангельских сетях, я был постоянно на чеку и в состоянии поиска забытого ангельского сообщества, работающего внутри самого плотного сознания Гайи. Материи. Тонкое кружево, затерянное внутри плотных слоёв глины, означало, что я имею дело с архетипическими силами Вселенной. Активными, однако, в минеральных слоях Земли. Повреждённое состояние кружевного полотна во сне говорит мне, что ангелы литосферы были активны и деятельны внутри минеральных слоёв Земли очень давно. Я думаю, что это было в эпоху планетарного становления, миллионы лет назад, когда материальные структуры Земли только готовились стать домом для всех разнообразных форм жизни современной биосферы. В настоящее время, в эпоху перемен, мы свидетельствуем похожий процесс. Плотной материи предстоит преобразование в чувствительную многослойную мембрану, способную быть домом для многомерных структур пространства и времени, проявленной реальности. Таким образом, разумно, что у ангелов литосферы опять есть работа. Когда я вёл семинар в итальянском городе Монтово на юге Вероны, в апреле 2015 года, ангелы литосферы проявили себя как группа высоких золотых жезлов, приближающихся к поверхности Земли, из широт Вселенной, для того, чтобы войти в минеральные слои тела Земли и выполнить там свою задачу. Каждый золотой жезл имел своим наконечником маленькую голову дракона идеальной формы. Так мне стало ясно, что передо мной вознесённые ангелы Вселенной, работающие на уровне драконов Гаи. Некоторые восточные культуры назвали бы их космическими драконами. Следующее упражнение — это пример того, как можно сотрудничать с ангелами литосферы в настоящее время. Это подарок горы Сесар. Холма к северу от Парижа. Сакральность этого места забыта, и месту сейчас угрожает большая свалка. Мусорный полигон расположен у подножия. Во время группового ритуала со слезами милости группа голубых ангелов поднялась из литосферы Земли, предлагая свою помощь. Их трансформирующая сила в данном случае активизировалась для исцеления места. Упражнение Гайя Тач для сотрудничества с ангелами литосферы в процессе трансмутации. Сложив руки в молитвенном жесте, потянитесь вниз и в минеральные слои Земли дом ангелов литосферы. Они готовы проявить себя и помочь в трансформации того, что нуждается в очищении, чтобы Гайя могла перенести свои жизненные миры на новый безопасный уровень существования. Распрямитесь медленно, приглашая ангелов трансмутации приблизиться к поверхности Земли. Выразите присутствие ангелов при помощи жеста, изображающего ангельские крылья. Совершите жест трансформации руками в пространстве перед собой на уровне груди, чтобы обозначить ту задачу, для которой приглашены ангелы. Жест похож на вращение сферы. Движение рук завершается, и руки возвращаются в положении молитвенного жеста. Затем направьте ангелов при помощи жеста рук, до сих пор сложенных, в положении молитвы, в направлении того места, где нужна их помощь. Вам потребуется удерживать идею, символ или образ этого места в своем сознании. Попробуйте исследовать другие возможности сотрудничества с ангелами литосферы, так называемыми космическими силами драконов, базирующихся внутри миральных слоев Земли. Руль ангелов литосферы в человеческом теле Чтобы обнаружить резонанс с ангелами литосферы в теле человека, напоминаю вам о резонансном мосте, протянутом вдоль спины, который соединяет мастерскую архетипических сил Гаи в тазовой области с нашим органом самовыражения, горлом. Этот мост уже упоминался в завершении главы о сознании драконов, когда мы говорили о поддержке творческих импульсов человеческого существа, при их выражении через горло. Когда я писал ту главу, я ещё не знал, что взаимодействие между первозданными силами в тазовой области и творящими способностями горлового центра не возникает автоматически, само собой. Без сотрудничества с сознанием космических драконов, как описано выше в моём опыте в Монтово, первозданные, атомные, силы Гаи, будут не способны поддержать творческую способность человека. Они будут просто вертеться и крутиться в районе таза, оставаясь несоединёнными с нашей умственной, духовной и эмоциональной деятельностью. Активировать мост, по которому наш творящий потенциал, будучи заземлённым в первозданной силе сознания драконов Гаи, проходит сквозь тело человека задача ангелов литосферы. Если эта связь отсутствует, первозданные импульсотворения, находящиеся в тазовой области, остаются заключёнными в своём собственном пространстве и не могут адекватно поддерживать творящую активность человека, выраженную в сильном слове. Вследствие этого, путь творения становится настолько зыбким и неубедительным, что даже принимая во внимание весь объём нашей активности в этом направлении, мы оказываемся неспособны сотворять мир на глубинных, каузальных, причинных уровнях. Всё, что мы можем, это вводить какие-то изменения на поверхности проявленного мира. Чтобы проработать способности творческого выражения через горловой центр, я предлагаю специальное упражнение Гаи-Тач для трансформации первозданных сил в творящие импульсы. Это упражнение похоже на то, которое представлено в конце главы про драконов. Но в данном случае упражнение расширено и дополнено, чтобы включить в действие соединяющую силу ангелов ритосферы сознание космических драконов. Это катализатор между силой драконов в тазовой области и творческим потенциалом горлового центра человека. Вот почему движение, начинающееся из тазовой области и идущее вверх, в этой новой версии дополнено движением в противоположном направлении, приглашающим сознание космических драконов снизойти, чтобы затем инициировать восходящее движение. Упражнение для активации творящего потенциала человека. Начните с молитвенного жеста перед вашим горловым центром, обозначающим, что вы намерены поработать над активацией своего творческого потенциала. Поднимите руки наверх, пальцы при этом соединены, чтобы образовать идеальный круг перед своим горловым центром. Когда руки двигаются наверх, голова отклоняется назад так, что горло становится открытым. Цель этого движения — пригласить сознание космических драконов принять участие в процессе. Опустите образованный руками круг так, чтобы он разместился горизонтально перед вашим сердечным центром, чтобы сонастроить силы космических драконов, ангелов литосферы с телом и разумом. Затем опустите руки вниз, переведите их назад, руки всегда касаются тела, и соедините снова средними пальцами за своим тазом. Этим жестом вы создаете резонанс с литосферой первозданных сил Гайи, расположенной в тазовой области. Небольшая пауза. Проведите руками вдоль своего тела вверх до тех пор, пока средние пальцы ваших рук не соприкоснутся снова, теперь спереди, в районе груди и горла. Поднимая руки наверх, наклоните голову назад таким образом, чтобы горло стало открытым. Теперь, когда ваша голова наклонена назад и руки образуют круг перед вашим горлом, осознайте, что первозданные силы Гайи, так называемые силы дракона, трансформируются в вашу творческую, творящую способность. На символическом уровне это выглядит, как творящая сила слова. Через некоторое время откройте руки и вытяните их, чтобы ваш творческий потенциал мог свободно проистекать в окружающий мир и поддерживать творящий процесс на нашей планете. Затем введите руки по направлению горла и сложите их снова в молитвенном жесте перед своим горловым центром, чтобы повторить упражнение. Его следует повторить несколько раз. После завершения упражнения побудьте некоторое время в покое и с закрытыми глазами, чтобы прочувствовать, что происходит, какой процесс разворачивается в вашем теле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok